Всем добрый день! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто ищет для себя универсальную дешевую аптечную мазь. Что подразумеваю под словом универсальная? Мазь, которая годится и детям, и взрослым, и в то же самое время мазь, которая обладает очень широким спектром действия, которая нам может помочь заживить всевозможные ушибы, ранки, ссадинки. Не дай бог у нас есть лежачие больные с пролежнями, и в то же самое время мазь, которую можно использовать как косметическое средство, например, как защитный крем от непогоды, от ветра и от мороза. И совсем недавно на своем ютуб канале я делала видео, посвященное одной такой потрясающей аптечной мази, которая называется метилурацил. У вас сейчас в правом верхнем углу будет всплывать на него подсказочка. Но, как оказалось, не во всех странах в аптеках можно приобрести эту замечательную мазь. В некоторых странах можно приобрести метилурацил с мирамистином. Про эту аптечную мазь мы с вами поговорим в отдельном видео. Она достойна своего внимания. Но попросили рассказать, а что же есть еще в аптеке такого, что можно, чем точнее можно заменить метилурацил, по эффективности приблизительно такой же мазь, и в то же самое время мазь, которая есть буквально во всех странах. И действительно такая мазь есть, уже более натуральная. Это мазь календулы. Вот такая вот мазь экстракт календулы. Я думаю, что эта мазь есть абсолютно в любой аптеке, и практически все страны производят аналогичную мазь. Экстракт календулы, но именно не настойка календулы, не трава, а именно вот такая вот мазь. Итак, чем нам с вами может помочь мазь календулы? В принципе, мазь календулы обладает всеми теми потрясающими свойствами, которыми вообще априори обладает календула. И мы чаще всего в быту используем два варианта календулы. Либо это, собственно говоря, цветы, вот те самые ноготки, которые мы с вами завариваем, и получаем лечебный отвар. Либо же некоторые используют спиртовую настойку календулы, которую разводят. И кто-то, возможно, в сезон простуд, когда страдают ангинами, фаренгитами, полощет ей горло, то есть раствором разбавленным. Кто-то протирает свое лицо от прыщей, от угря, кто-то промывает всевозможные гнойные раны. Но мазь точно так же обладает противовоспалительными, противомикробными, и календула это мощный антисептик. И все это сочетается вот в этой мази. То есть, смотрите, мазь у нас не просто заживляющая, мазь у нас еще обладает антисептическими свойствами. А еще мазь календулы помогает нам при укусах насекомых. Особенно, когда мы эти с вами укусы расчесали, инфицировали, и они у нас начинают нагнаиваться. Но и это еще не все. Мазь календулы очень-очень хорошо помогает при трещинах. Причем трещины, которые возникают у нас в разном возрасте. Например, у детей на фоне диетезы очень часто бывает золотушка, когда вот здесь мочка уха, буквально появляется трещина, она как бы начинает отходить от здоровой кожи. Мазь календулы помогает. Но бывают трещины, например, у кормящих мам в области сосков тоже помогают. Трещины заднего прохода, простите за такие подробности. Ну, а еще бывают банально трещины на подушечках пальцев рук, когда кожа пересыхает. Или же у нас с вами трескаются пятки. Но и это еще не все. Мазь календулы рекомендуют при опрелостях. Причем опрелости у детей пеленочной дерматит, да, и опрелости, которые бывают у взрослых. Например, у женщин под грудью, в области подмышек, или же в области паха. А также мазь календулы помогает при пролежнях. Сама она иногда бывает не способна справиться с пролежнями. Но, тем не менее, ее рекомендуют либо самостоятельно в начальной стадии, да, либо сочетать с другими всевозможными аптечными препаратами для борьбы или для профилактики пролежней. И, кстати, календула очень популярный ингредиент многих известных брендов. Например, в той же аптеке можно купить немецкий крем торговой марки Dr. Sherrick, который содержит в себе органический экстракт календулы. Можно, например, найти целую детскую коллекцию известного бренда Buebchen, тоже который содержит календулы. А можно найти такой известный бренд Velleta, который имеет несколько косметических препаратов, которые тоже содержат в себе экстракт календулы. Так что календула себя очень хорошо зарекомендовала и пользуется популярностью. Ну, а теперь я вам расскажу вкратце, как можно применять мазь календулы в качестве косметического средства. И здесь нужно сделать акцент, что та основа, в которой замешана настойка календулы в мазе, это либо вазелин, либо жидкий парафин. И тот, и тот ингредиент, все зависит от того, какого вы производителя мазь приобретете, сослужит нам хорошую службу, особенно в зимний период. Итак, мазь календулы мы можем применять первое в качестве косметического средства. Это универсальный заживляющий бальзам для губ. Дело в том, что некоторые начинают страдать зимой, страдает наш иммунитет, и у некоторых появляется герпес на губах. Сама по себе мазь календулы герпес не лечит, хотя у календулы есть некоторые противовирусные свойства. Но она помогает скорейшему заживлению вот этих самых лопающихся пузырьков. Поэтому вы можете мазь календулы применять как средство заживляющее при герпесе на губах. Это первый момент. Второй момент. У некоторых просто будут лопаться губы на фоне мороза. У некоторых появляются зайды, у некоторых лопаются губы. Особенно это часто беспокоит детей, потому что дети по привычке губы облизывают. И чем чаще мы на морозе, на ветре облизываем губы, тем больше вероятность того, что они у нас с вами лопнут. Своей слюной мы не увлажняем губы, мы наоборот способствуем тому, что быстрее обветриваются наши губы, испаряется влага и больше шансов получить трещины. Поэтому мазь календулы можно применять как универсальный бальзам заживляющий для губ и для детей своих, и для нас, для взрослых. Я, например, использую иногда вместо просто гигиенической помады, которая, а, защищает мои губы, вазелин, вот тот же самый, от обветривания, от мороза. И, б, благодаря вазелину, опять-таки, экстракту календулы заживают всевозможные трещины и садинки. Поэтому, еще раз смотрите, универсальный заживляющий бальзам для губ, для детей, для женщин и для мужчин. Ну и еще мазь календулы можно применить в качестве защитного крема от ветра и от мороза. Дело в том, что некоторые зимой страдают от холодового дерматита или от морозного дерматита. И обычно такие люди запасаются специальными косметическими средствами, которые так и называются. Защитный крем от непогоды или пишут защитный крем от мороза или защитный крем от ветра. Так вот, мазь календулы это тоже самый универсальный, самый простой, точнее, один из самых простых вариантов, который можно использовать в качестве вот такого защитного крема от ветра и от мороза. Итак, что вы делаете? Вы утром за 30-40 минут до выхода наносите вот эту самую мазь календулы на все лицо, когда на улице минус 15, туда дальше, да, или же вы уже стали страдать от того, что ваша кожа очень чувствительно реагирует на небольшие колебания температуры. Можно мазе дать 10-15 минут спитаться, нанести свой макияж. Главное, чтобы время нанесения мази календулы до выхода на улицу, это было минимум 30-40 минут. Это первый момент. Второй момент, то есть защита от мороза и от обветривания. А второй момент, это когда мы уже имеем на своем лице реакцию на мороз, холодовой дерматит, когда кожа красная, когда кожа раздраженная, когда кожа шелушится, когда кожа, бывает иногда даже вот корочки появляются. В таком случае здесь мазь календулы работает уже как аптечное средство, заживляющее нашу кожу при холодовом или морозном дерматите. Здесь вы просто-напросто вечером умываетесь и наносите мазь календулы уже как лечебный препарат, для того, чтобы исправиться от вот этой реакции на кожу. Сколько ее нужно наносить? Все зависит от того, какая реакция на вашу кожу. Кому-то хватит 2-3 дня, кому-то 5-7, кому-то и 2 недели. Но тем не менее, мазь календулы, это одно из ее прямых показаний, это лечение холодового или морозного дерматита. Так что вот такие вот небольшие подсказочки. Я думаю, что мазь календулы всегда найдет свое место в вашей аптечке. Ну и еще раз напомню, с того, с того, чего я начинала, это в принципе универсальный продукт, который есть в каждой аптеке. И если у вас нет метилурациловой мази, то вы можете ее заменить календулы. Хотя, по большому счету, нельзя сравнивать, что лучше мазь календулы или метилурацил. И та хороша по-своему, и эта хороша по-своему. Но тем не менее, берите себя на вооружение и будьте здоровы.